Артемиус Демис В 1968 году совсем молодой певец, накопивший немалый опыт исполнения кавер-версий западных шляйгеров, создал арт-рок трио «Афродитас Чайлд» «Дитя Афродиты». Вскоре их лучшие песни распространились по всей Европе. Артемиус на афише окончательно превратился в Демиса. В 70-е годы вообще вознесли Демис Русоса на самую вершину успеха. Два месяца работы в студии привели к созданию его первой сольной долгоиграющей пластинки «On the Greek Side of My Mind». «На греческой стороне моего сознания». С 1974 года Демис Русос частично обосновался не только в Греции, но и во Франции. В 1986 году, записав 20 песен, вошедших в альбом «The Story of Demis Russos» «История Демиса Русоса», он вновь отправился в мировое турне, найдя в каждой стране тысячи поклонников, стысковавшихся по его прекрасному живому голосу. Демис завоевал свою популярность в основном благодаря концертным выступлениям, которые принесли ему невероятное число поклонников. Это было замечено BBC, которые сделали специальный 50-минутный репортаж «Феномен Русоса», принесший впоследствии Русосу настоящий фурор. 1993 год стал важным годом для певца, потому что в тот год отмечалось 25-летие карьеры Демиса Русоса. Сначала был выход нового альбома «Inside», включившим современную версию композиции «Morning Hasboken». Эта композиция была выпущена как сингл, затем последовали концерты в 1993 году. Демис гастролирует по всему миру. Концерты в Москве, Монреале, Рио-де-Жанейро и Дубае стали частью его жизни. В России Демис Русос выступал множество раз. Искренность русской публики, как говорит сам певец, вдохновляет его на новые встречи с ней. А каждый из них дарит слушателям энергию и жизнелюбие артиста, не теряющего своего феноменального обаяния и сценической харизмы. Начинаем снова. Мой диск вышел в нескольких странах Европы уже с мая месяца. Я надеюсь, что он выйдет и в Россию. В августе месяце мы сделаем репетиции с моим группой, чтобы подготовить новый спектакль, который будет включать в себя песни из нового диска. И мы начнем Евротор в сентябре месяце. Я надеюсь, что в этот тур будет Россия. Я тоже очень надеюсь. Скажите, а ведь параллельно с этим диском должен был выйти биографический фильм, который делала Эмили Ваша дочь. Вот это случилось? Фильм, к сожалению, еще не завершен, потому что мы снимаем его в разных точках мира. И его делает Ваша дочь? Да. А Ваш сын, вот, Сирил, он диджей, и он делает ремиксы на Вашу музыку, да? А Вы вмешиваетесь? Нет. У Вас конфликта поколения отцов и детей нет? Я смотрю, дети абсолютно, в общем-то, любят Ваше творчество и прониклись, так? Конечно, нет, потому что я всегда остаюсь молодым, я всегда на шаг впереди. Ну, браво, браво. Ваши отношения с детьми доказывают это, Вам хочется верить. Скажите, Вы действительно в этом году на Рождество своим друзьям отправили открытки с такими поздравлениями? С новым кризисом и с новым счастливым страхом. Да, но это была шутка. Мэри Крайзис, не Мэри Крисмас. Да, это просто была игра слов. И Хэппи Нью Фэр, не Хэппи Нью Йор. Нью Фэр, Фэр Сэр Фэр. Страх, страх. Ла пау, ла пау, да. Страх, опасу. Да, это просто, ну, это была такая шутка, игра со словами. А вообще у Вас удивительное отношение к кризису, и Вы к этому, когда все действительно боятся, Вы относитесь с достаточным чувством юмора, во-первых. И во-вторых, в это время Вы ходите с новой программой. Да, потому что музыка является частью артистов. И если бы не было артистов, которые дают это искусство, то кризис бы нас вообще всех бы преодолел. Поэтому мы стараемся на это смотреть с положительной точки зрения. То есть в какой-то степени артисты – это те, которые спасают людей от кризиса? Мы моральные спасители. Мы не настоящие спасители, только моральные. Потому что настоящих спасителей не существует. Мы все являемся жертвами тех, кто нами управляет. А те, кто нами управляются, в свою очередь являются жертвами людьми, которые управляют миром. Потому что мир не правится разными государствами, а разными кланами. А хоть это уже, может быть, избили? Это очень тяжело для Вас, наверное, да, понять? Нет, нет, нет. Вы знаете, я хотела спросить. Ну, я как раз действительно хотела немножко более легкую перевести сторону. А как Вы относитесь действительно к фразе Достоевска, пусть она часто встречающая, о том, что все-таки красота спасет мир? Я не знаю. Готовы поспорить с Класси? Я думаю, что ум спасет мир. Вы знаете, почему? Но мы не будем его видеть. Может быть, в двух генерациях. Пока у нас его недостаточно. Может быть, через два поколения. Мне стыдно спорить с Достоевским, но почему-то Ваше высказывание вызывает больше доверия. У меня вызывает. КОНЕЦ 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 Переходим к другому теме. Скажите, Вы когда-нибудь пробовали кавказскую кухню? Нет, еще. А намерены? Вы хотите съесть? Да, мы предложили мне один очень хороший ресторан, который я буду ехать. Мне уже посоветовали один очень хороший ресторан, который я посещу сегодня вечером. Вы знаете, что здесь в Сочи большая греческая диаспора? Да, я знаю. Вы человек, который родился в Египте, вы сами грек. Скажите, на Ваш взгляд, есть ли действительно южный характер? И если это да, то какие они южане, по-вашему? Что их отличает? Вы посмотрите просто разницу между Вами, кавказцами и русскими. Она очевидна. Вы с юга? Да. С юга? С юга, с юга. Спасибо. Знаете, последний вопрос, удивительный. Что для Вас море? Я родился рядом с морем. Я вырос рядом с морем. И я всегда жил рядом с морем. И я до сих пор живу рядом с морем. Море – это почти часть Вашей жизни. Я думаю, что вода, элемент вода, это очень важный в жизни всех людей. Не надо забыть, что Вашей жизни делает воду, большинство. И эта вода, она настолько пресеча, что она начинает исчезать. Для меня намного важнее само вода, а не море. Потому что вода присутствует в каждом из нас. Вы знаете, что организм человека, она больше процентов состоится из воды. И без воды человечество всему не выжит. И сейчас это большая тоже проблема. Поэтому у меня очень важный момент с водой. Откуда у Вас знание русского языка? Вы все время говорите русские фразы. Я был очень сильно влюблен в русскую женщину. Потому что я всегда влюбляюсь в русские женщины. Русские женщины самые лучшие. Серьезно? Вы до сих пор так и считаете? Очень серьезно. Ну, мне тогда вдвойне приятно с Вами было и познакомиться, и поговорить. Вы удивительно, действительно молодой, светлый и очень приятный человек. Вы еще очень-очень молодой в интерьере. Хорошо? Конечно. Но то, что Вы талантливы, это уже бесспорно. И что Вы очень талантливы, это все понимает. Это не нужно их речь. И Вы уже очень хорошо. А Вы очень красивы. Спасибо. Я Вам желаю счастья, красоты, здоровья и творческого вдохновения. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Окей? Да, да, очень окей. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok